Благословение старейшим поселения Марийцев потребовалось Алексею Федорченко, чтобы снять свой новый фильм. На съемочной площадке не обошлось без мистики. Как создавали фильм, Дарья Степанова рассказала одна из главных героинь. Эта рубашка была сшита моей мамой, моему супругу. Свадебные наряды Рейса Илеева достает крайне редко. Да и то для того, чтобы похвастать с богатым убранством. Вышивать марийский орнамент она так и не научилась. Раньше женщину мало интересовала марийская культура, а совсем недавно решила возродить национальное достояние. Язык у нас сейчас уходит. Нет той красоты. Да, есть язык, остается еще. Но бытовой язык, не литературный язык. Воспитатель детского сада быстро переквалифицировалась в переводчика с марийского языка. Не забыть родные слова помогала семья. Дома родители часто разговаривали на языке предков. Благодаря марийским корням женщина попала в кино. Режиссер Алексей Федорченко пригласил ее сначала к консультантам, а затем и актрисой в свой новый фильм о марийских женщинах. Я как-то вот себя почувствовала такой, ну, не великой, а актрисой. Мировая премьера «Небесных жен» уже состоялась в ноябре на Римском кинофестивале. Новый фильм нашего земляка Алексея Федорченко объединил сразу 24 истории. В каждой новелле своя главная героиня. Но вот с языком на съемках фильма получилась путаница. Автор сценария Денис Осокин истории написал на языке луговых морей. А актеры на съемочной площадке либо вообще не знали этого языка, либо принадлежали к другому роду – восточных морей, как и Раиса Илеева. Были разные прочтения, варианты переводов. Там переводчики ругались друг с другом. Для съемок пригласили не только профессиональных актеров, но и жителей деревни Бугалыш из Красноуфимского района. Там находится поселение Морицев. Там и сняли большую часть фильма. На съемочной площадке режиссер был не всегда главным. Учитывали мнение старейшин, когда снимали сцены со священными обрядами. Без магии не обошлось, уверен Алексей Федорченко. И солнце, когда нужно, выходило, когда нужно, уходило, и травы, когда нужно, падали, там листья, цветы росли. В общем, все было замечательно. А ласточек не было в принципе, вообще я не видел их. Думаю, ну что-то неправильно, должны быть ласточки. Вот я уже делаю монтаж, какой-то там сороковой вариант, и вдруг в окно влетает ласточка. И я говорю, все, стоп, монтаж закончен. Впрочем, самым мистическим персонажем на съемках фильма оказался маленький лемур Спартак. В Екатеринбургском зоопарке он родился как раз к началу съемочного процесса. В одной из новелл он сыграл овражного черта. Вживаться в роль малышу помогали всей съемочной группой. Получил банан, он получил яичко. Вот, даже ему носик вытерли, чтобы не испачкался. Увидеть эту сказку о марийских женщинах российский зритель сможет не раньше июня 2013 года. Дарья Степанова, Александр Гамзяк. События ОТВ.